Памятник легендарному Мучилову Установят в ноябре. Губернаторы мэр проверили, как идет благоустройство проспекта Металлургов. Самару похвалил, остальных отругал. Глава региона раскритиковала работу муниципалитетов с кадровым резервом. Быть простых людей на выставке «Самарский взгляд» показали актуальный фотопортрет жителей России. Рыбу клюет на хорошую музыку. Участники соревнований по спортивной ловле раскрыли секреты удачной охоты. Установить памятник первому директору Кубышевского металлургического завода Павлу Мучилову планируют в ноябре. Изначально с инициативой выступили ветераны предприятия и жители Кировского района. Глава Самары Елена Лапушкина идею поддержала. Сейчас на бульваре Металлургов работы по благоустройству в разгаре. Укладываются ли подрядчики срок и где именно будет располагаться памятник, расскажет Лариса Шалафаст. Рабочий визит в Кировский район губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина начинают с посещения легендарного Самарского металлургического завода. Это крупнейшее предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов для авиационной, космической, судостроительной и автомобильной промышленности. Модернизация кузнечного производства, которое в этом году отмечает 60-летие со дня создания на заводе, позволила изготавливать уникальные титановые штамповки, создать более 100 рабочих мест. После осмотра цеха прошло совещание с руководством предприятия и ветеранами. Обсудили благоустройство бульвара на проспекте Металлургов и установку памятника легендарному Павлу Мочелову. С инициативой увековечить его память выступили ветераны. И самое главное, что он заложил завод, заложил соцкульпт, 5-10-й. А самое главное, что он заложил возможность все совершенствовать. Та инициатива, которая выдвинута по установке памятника Мочелову, она, конечно, тоже крайне важна. Я уверен, что мы с этой задачей справимся. Новый памятник появится на площади перед Домом культуры Металлург. Собственник здания обещает обновить фасад уже к 1 сентября. Отдельная тема – рынок по соседству. Его планируют убрать в следующем году, как только закончится договор аренды. Хотим расторгнуть завод. И как? Чего дальше по этой территории? Ну, еще пока не будет. Давайте с районными властями пообсуждайте. Понимаю, что все это надо на что-то содержать. Понимаю. Дайте предложение, чтобы вы достойны с точки зрения этой территории. Но в то же время вы какой-то доход имели. Дайте предложение. Новый облик обретает и бульвар Металлургов. Это территория победителей рейтингового голосования, которое проводили по программе формирования комфортной городской среды. За ремонт этой территории проголосовали 15 тысяч самарцев. При этом жители выступили за сохранение концепции бульвара. Сейчас здесь меняют асфальтовое покрытие, укладывают плитку и газоны, меняют освещение, устанавливают новые лавочки и урны. Жители уже замечают положительные изменения. Бульвар Мочилова, он должен быть бульваром, а не просто там вот киоск наставить здесь. Сейчас, смотрите, такие скамейки ставят, плитку выложили. Мы довольны. Да все вот, все абсолютно приходим и смотрим. Территорию уже расчистили от незаконных объектов потребительского рынка. Также подрядчик приводит в порядок фасады зданий. С первого этажа мы максимально приведем в порядок. Есть договоренность с юридическими лицами, с владельцами, которые располагаются у нас на первых этажах, что они приведут покрасить, приведут в нормальное состояние свои фасады. По капитальному ремонту всех фасадов будем обсуждать с фондом капитального ремонта, насколько это возможно заложить на следующий год. Полностью завершить ремонт бульвара должны к первому сентября. Установка памятника намечена на начало ноября. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Финальные штрихи. В Самаре завершаются работы по участку заводского шоссе от 22-го портсъезда до улицы Земица. Что сделано, проверила глава города Елена Лапушкина. Итоги проверки узнал Семен Безгинов. В заводское шоссе прошло капитальное обновление. Объем работ поражает. Перевожено дорожное покрытие. Построены новые парковки. Обновлены светофоры, освещение, пешеходная часть шоссе. Текущее состояние заводского шоссе проверила Елена Лапушкина. Вы видите, какие пробки сейчас существуют. И очень надеемся, что больше груза все-таки будет ездить с большим комфортом. Финальный штрих – газон. Его также обновили. Внесли растительный грунт. На общей площади более чем 20 тысяч квадратных метров. Остались финальные штрихи. Окончательно привести в порядок газон. Облагородить деревья. Теперь заводское шоссе – современная и комфортная магистраль. Удобная и для пешеходов, и для водителей. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Активнее перенимать опыт Самары в вопросах кадровой политики, поручил губернатор Дмитрий Азаров, глава муниципалитетов. Равняться есть на что. За последние шесть лет подавляющее большинство сотрудников Самарской мэрии – это люди, которые в свое время состояли именно в кадровом резерве. Другие города и районы области такими успехами похвастаться пока не могут. О не теряющем актуальность утверждений, что кадры решают все, репортаж Ларисы Шалафаст. Больше новых кадров, профессиональных и талантливых. На первом заседании Координационного совета при губернаторе участники обсуждают перспективы развития кадровой политики. В этой сфере накоплен положительный опыт, и по ряду направлений Самарская область является одним из лидеров. Тем не менее, кадровая проблема сегодня остается одной из ключевых. Мы часто сетуем на то, что нет людей, которые готовы занять то или иное место, себя проявить, обеспечив необходимый уровень компетенции, уровень ответственности, желание работать. Но сам конкурс лидеров России, который проходит в нашей стране, показывает нам, что мы просто зачастую не видим людей. И для нашей Самарской области это особенно актуально, поскольку у нас количество заявок в текущем году увеличилось ровно в два раза людей, которые приняли участие в конкурсе лидеров России. Благодаря активности жителей регион по количеству участников конкурса лидеры России стал первым в ПФО. Шесть человек вышли в финал. Самарские лидеры России при поддержке областного правительства запустили проект «Кадросфера» – платформу, призванную объединить работодателей и специалистов высокого уровня со всей области. Также в регионе успешно действуют программы по работе с одаренной молодежью от 14 до 30 лет в сфере науки и техники – взлет, полет и орбита. Дмитрий Азаров поручил не останавливаться на достигнутых показателях, сопровождать эти проекты, модернизировать их. На заседании рассмотрели вопросы по развитию кадрового потенциала региона. За последнее время система дополнительного образования госслужащих серьезно усовершенствована. Активно внедряются формы краткосрочного обучения для изучения передового опыта. В правительстве области внедрена единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы. В электронный формат приведено 80% личных дел от общего числа служащих региона. Электронные личные дела передаются между всеми органами исполнительного власти путем нажатия одной кнопки. Глава региона отметил, несмотря на достигнутые результаты, муниципалитетам области есть еще над чем работать. Из 272 членов кадрового резерва Самарской области более половины – жители областной столицы. Дмитрий Азаров поручил руководителям муниципалитетов активнее перенимать опыт Самары в вопросах кадровой политики. С 2012 года в кадровый резерв областной столицы вошли более 3,5 тысяч человек, из которых 2070 назначены на должности. Это составляет чуть больше 80% от общего количества назначенных муниципальных служащих. В 2018 году запустили новый кадровый проект, который получил название «Самарская траектория роста». Этот проект действовал по трем направлениям. Молодежная лига управленцев, действующая резерва кадров органов местного самоуправления и оперативный кадровый резерв на должности руководителя муниципальных предприятий и учреждений. По направлению молодежной лиги в результате информационной работы и в результате отбора 43 молодых человека были включены в лигу управленцев. Особое внимание на совещание уделили развитию трудового потенциала Самарской области. По информации Минтруда, в этом году по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» пройдут переобучение более 760 человек. Также с 2019 года по другому нацпроекту «Демография» проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование людей предпенсионного возраста. Кроме того, в регионе ведется работа по трудоустройству подростков в свободное от учебы время. Запланировано трудоустроить более 11 тысяч подростков, что почти на треть превышает прошлогодний показатель. По итогам заседания сформирован перечень поручений, в которые вошли все предложения участников Совета по дальнейшему развитию кадрового потенциала области. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Сразу три игровые площадки вместо пустырей. В Самаре продолжают приводить в порядок дворы. Всего до конца года отремонтируют 40 территорий. На этот раз расскажем, как это происходит в промышленном районе города. Повезло жителям сразу трех домов. Тот самый случай, когда инициатива не наказуема, а наоборот вознаграждена. Валерия Куценко увидела, как сбываются мечты. Жительница шестого дома на улице Молодежная, Анна Ильина, живет здесь три года, но задумалась о состоянии двора только после рождения ребенка. На совете жителей из трех домов решили благоустроить территорию. Мечтает о трех площадках – детской и двух спортивных. Подали документы на участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». И вот уже во дворе кипит работа. Мы обратились в эту программу «Комфортная городская среда» в 2017 году, потом в 2018, но в 2019 году наша мечта исполнилась. А сколько у вас детей? У меня, когда я начала этим заниматься, детская площадка не особо стала актуальной. Только когда я сама вышла в декрет первый раз со своим сыном. Вот пока процесс шел, 9 августа я стала второй раз мамой, поэтому я прям мечтаю, что буду сидеть с одним ребенком на лавочке на новой, а другой у меня будет на комфортной, безопасной площадке в нормальных условиях играть. По просьбе жителей строители соорудили три площадки – детскую, футбольную и универсальную, на которой разместят теннисные столы и баскетбольные кольца. Рабочие положили асфальт, а в скором времени завезут антидравматическое покрытие. Чтобы мечи не вылетали на дорогу, площадки обнесут высоким забором, а также сделают небольшое ограждение по всей территории. Ведутся работы и с освещением. Во дворе заменят плафоны. На всех дворовых территориях работа начата, находится на разной стадии. Самое главное у нас – успеть выполнить это до 1 сентября. Я думаю, что мы выйдем и на ранние сроки. Все обсуждения прошли. Двор строится, точнее, ремонтируется в рамках этой программы с учетом мнения жителей. Жители всех трех домов активно высказывают свои пожелания в ходе ремонта, обсуждая с подрядчиками каждую деталь. С жильцами все площадки согласованы, оборудование по их просьбе расставлено. С антитравматическим покрытием, я думаю, через 3-4 дня работа закончится. Они непосредственно активность здесь вносят. То есть они постоянно ходят, контролируют, проверяют. Их больше в части здесь и находится постоянно. Они вон все стоят пока на тротуаре, ждут, когда зайдут на площадку. Сейчас в промышленном районе ведется ремонт шести дворовых территорий. Всего же в Самаре благоустроят 40 дворов по программе формирования комфортной городской среды. Работы на всех объектах должны завершиться этой осенью. Валерия Куценко, Константин Головин, События. Далее, коротко о других событиях дня. Трагедия произошла в Самаре на остановке общественного транспорта вечером во вторник. На пересечении улицы Революционной и Мариса Тореза пассажирский автобус сбил женщину. По словам очевидцев, виной всему оказалось длинное платье, которое было на женщине. Выходя из салона, она зацепилась за автобус подолом. Он тронулся, женщина оказалась под колесами и погибла. На месте событий работали сотрудники оперативных служб. Обстоятельства аварии выясняются. В Самаре тушили пожар в ангаре на заводском шоссе. Здание загорелось во вторник вечером. Огонь охватил 600 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В его тушении участвовали 93 человека и 30 единиц техники. Чрезвычайной службе уточнили, что в одном из отсеков ангара хранились грузоподъемные механизмы. Во время тушения из зданий вынесли 10 газовых баллонов. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают. В Тольятти директор школы завладела суммой, равной более половины миллиона. На растрате денежных средств женщину поймали сотрудники экономической безопасности. Управляющая учебным заведением давала пособия учителям, которые не должны были их получать. Как оказалось, все они являются ее родственниками. В общей сложности женщина присвоила 555 тысяч рублей. Эти средства выделялись для молодых кадров, но достались близким 56-летней директрисы. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет тюрьмы. Спасатели отыскали в лесу потерявшегося 83-летнего грибника. Житель Прибрежного ушел за грибами и не вернулся. Родственники забили тревогу. В течение суток мужчину искали в лесах от Задельного до Грушинской дороги. Но тщетно. Отыскали его только на вторые сутки в заброшенном дачном массиве. Судя по внешнему виду, у мужчины случился инсульт. На место вызвали бригаду скорой. Грибника доставили в больницу Середавина. Вся страна в одной экспозиции. В Самаре открылась фотовыставка финалистов конкурса «Самарский взгляд». В этот раз фотографы заглянули в российскую глубинку. Вместе с ними на фотоатлас России посмотрел Семен Безгинов. Вся глубинка России в одной фотовыставке. В областной библиотеке открылся «Самарский взгляд». Это конкурс, на который прислали свои работы фотографы из Самары, Москвы, Саратова и других городов России. В этот раз в фокусе фотографов социальные вопросы. Волонтеры, пенсионеры, простые люди из малых городов. Организаторы говорят, задачи перед авторами никто не ставил. Так совпало. Нам обозначили самые актуальные вопросы, социальные вопросы современной России. Лучшие фотографии, как ни странно, были на эти темы. А никуда вы от жизни не денетесь. Жизнь мудрее всех нас вместе взятых. Не то, что в конкурсе принимают участие фотографы из других регионов и других стран, это сказывается на уже профессиональном росте фотографов. Как наших, так и тех, которые присылают. 86 финалистов, 250 работ. По словам организаторов, победили те, кто точно и деликатно решил выбранную тему. А зрители говорят, давно не видели такой России. Это одна из заслуг этого фотоконкурса, то, что по разным деталям, моментам мы собираем целостную жизнь в принципе жителей нашей страны. Это как путешествие в России, потому что есть многие города. Мне нравится, когда есть движение на картине, но это фотографии, но это движение. Одной из главных премий получил Владимир Курилов. В его работах поседневная жизнь. Резкая и точная игра со светом звучит тонко и пронзительно. Достаточно конкурентный конкурс в этом году. Фотография – это город, фотография – это я в городе. Я старался сделать их неожиданными для зрителя, отобрать что-то такое неожиданное, что будет интересно посмотреть. Увидеть страну глазами российских фотографов можно будет до 3 сентября. Выставка проходит в галерее «Новое пространство». Валерия Кусенко, Семен Безгинов, Григорий Пешаков. События. Когда спортивные снаряды, удочка и наживка в Кеничеркасском районе Самары прошли соревнования по рыбной ловле. На крючке у участников еж, карась и красноперка. Задача спортсменов – поймать как можно больше. Тяжело ли найти общий язык с немыми обитателями речной фауны, узнала Мария Елчан. Честно говоря, я не понимал, что такое раньше. Но сейчас это затягивает. Это не просто спорт. Это какая-то философия. Впервые в руки удочку Алексей Блинков взял три года назад. С тех пор они неразлучны. За это время он успел усвоить для себя пару важных правил. Любая рыбка любит червя, потому прикорм должен быть свежий. На соревнования по спортивной ловле по плавочной удочке и рыбалке без границ участвуют не первый раз. Говорит, с каждым годом от проведенного здесь времени получает все больше удовольствия. Чудесно отдохнули. Ну, неважно, мы там поймали много рыбы, не поймали. Но ухи поели? Ну, ухи обязательно. Но здесь не в ухе дело. Да мы на природе отдохнули. Мы остальное время уже с такой бодростью провели это время. За активный отдых на природе и Александр Лисенков. Мужчина с самого детства увлекается рыбалкой. Рассказывает, никогда еще не возвращался без добычи. Самый большой его улов был 24 килограмма. У каждого рыбака свой подход к ловле. Например, Александр включает музыку погромче и танцует. Говорит, вопреки расхожему мнению, обитатели речной фауны любят не тишину, а хорошую музыку. Я в лодке прям танцую. И все, кто едет, плывет. На меня там рыбки не продашь. Я говорю, подплывай. За пять часов поймать как можно больше рыбы. Около ста участников соревнований. Люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и пенсионеры. Здесь как маститые рыбаки, так и новички. В этом году соревнования прошли в селе Александровка, Кенель, Черкасского района Самарской области. Еще великий русский писатель Антон Павлович Чехов в своих воспоминаниях признавался. Сидеть на берегу с удочкой так приятно, что и выразить не могу. Так вот, для того, чтобы ваша рыбалка стала приятно проведенным досугом, надо тщательно к ней подготовиться. По словам добытчиков, подготовка к рыбалке требует не меньше времени, чем сам процесс. Во-первых, нужно подумать о подходящей наживке. Кто-то сам копает червей, готовит прикормку, например, варит кашу. А кто-то покупает все в специализированных магазинах. Хочется что подчеркнуть, что у нас здесь как и командные есть зачеты, и личные проводятся в нескольких номинациях. Самый большой улов командный, самая крупная рыба у кого-то лично пойманная, самый экзотический улов, потому что бывает, что, допустим, кто-то поймал рака или наоборот маленького малька. Победители соревнований «Рыбалка без границ» выбирают жюри. Рыбу участники забирают домой, а на поляне состязания организаторы кормят всех ухой. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Человек, который знает всех и которого знает вся Самара, в областной универсальной библиотеке отпраздновали юбилей Александра Завального, автора более 30 книг и сборников, одного из создателей общественного комитета «Самара», движения за возвращение к городу его исторического имени. О человеке, влюбленном в Самару, наш следующий репортаж. Если мне все время напоминать, что мне 65 лет, то я могу, конечно, в это поверить. Идеи, мысли все сохраняются, как и 20-30 лет назад. Александр Завальный всю свою жизнь трудится на благо Самары. Многое уже удалось. Вернуть историческое название городу, разработать систему городской и губернской символики, создать серию исторических миниатюр, посвященных жителям города за последние 250 лет. Планов у именинника и сейчас громадье. Надеется еще многое сделать для пользы любимого города. Это мой город. Я этому городу отдал много лет жизни, труда, творчества. И этот город я не применяю никакой другой. Александр Завальный и заядлый нумизмат делятся через многие монеты и другие старинные предметы, постигаются разные эпохи, изучается история и культура, расширяется кругозор. По его словам, зачастую в каком-то конкретном вопросе коллекционеры знают даже больше, чем кандидаты наук. Александр Никифорович не только прекрасный профессионал, но и совершенно замечательный человек. Работать с ним не только легко и приятно, но еще и очень информативно. Поздравить Александра Никифоровича в Самарскую библиотеку пришли самые близкие друзья и коллеги. Место выбрано не случайно. В библиотеке историк работает с 79-го года. Рассказывает, любовь к книгам и чтению передалась ему от отца. Александр Никифорович, огромное вам спасибо за все, что вы делаете. Конечно, здоровья в первую очередь. Сейчас Александр Никифорович работает над новым проектом, каким пока держит в секрете. Виктория Шарая, Никита Борисов, Николай Епифанов. События. У баскетболистов Самары хорошее настроение. В парке Гагалина отремонтировали игровую площадку, которая давно была в плачевном состоянии. Теперь на ней можно тренироваться и проводить соревнования. Где еще в городе вскоре появятся такие спортивные оазисы, выяснил Никита Борисов. Андрей Ширкин много лет профессионально играл в баскетбол. Сейчас представляет Самарскую область в турнирах 3 на 3. Рассказывает, раньше баскетбольная площадка в парке Гагарина была в плачевном состоянии. Приходилось самому ремонтировать покрытие и закреплять кольца. Андрей радуется. Теперь ничего не будет отвлекать от игры в баскетбол. Покрытие очень универсальное. Это резиновая крошка, очень качественная. В отличие от того, что здесь было сделано раньше, сейчас отличное качество. То есть безопасно, приятно, комфортно. Новую площадку с удовольствием осваивают ребята, живущие неподалеку. Они уже приступили к тренировкам. Радуются. Покрытие из универсальной резиновой крошки снижает риск получения травм. Стойки для колец сделаны на расстоянии от заборов, чтобы после прыжка у баскетболистов было место для приземления. В вечернее время для комфортной и безопасной игры будет включаться освещение. И знаете, душа радуется, когда мы вытаскиваем наших детей из каких-то проблемных мест на такие площадки. Вот, пожалуй, это самое главное. В Самаре к первому сентября появятся еще две спортивные площадки. Их построят в парках «Воронежские озера» и «Дружба» на средство нацпроекта «Демография» «Самарская федерация баскетбола» при поддержке правительства Самарской области. Такую замечательную площадку сегодня открываем, на которой и ребята, и не только дети, но и взрослые спортсмены смогут каждый день приходить, тренироваться. 30 августа на площади Куйбышева пройдет баскетбольный турнир «Три на три» «Самара Опен». Гости смогут не только поболеть за любимые команды, но и принять участие в соревнованиях для болельщиков, встретиться со звездами баскетбола и кино, а в завершении дня увидеть большой концерт с участием известных музыкальных исполнителей. Никита Борисов, Василий Калдашов. События. А Конихов-то не настоящий. Пользователи соцсетей взбаламутило сообщение в Твиттере о том, что известный русский путешественник Федор Конихов заявил о своем желании отправиться в путешествие в Самару. Выбираем новую тему для экстремального приключения. Пешком до Владивостока за 80 дней съесть на мутищинской ярмарке шаурму на время или попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача, написал некто от имени путешественника. Твиттериане сначала поверили, что имеют дело с настоящим Кониховым. Вскоре выяснилось, что аккаунт, с которым было написано это сообщение, является фейковым. Об этом сообщил сын Федора Конихова, Оскар. Команда Конихова с удивлением узнала о существовании аккаунта в Твиттере и уже обратилась в администрацию сервиса микроблогов с просьбой о его блокировке. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарегис на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok